Чукотский рыбохозяйственный совет распределил квоты на добычу серых и гренландских китов. В этом году морзверобои округа смогут начать промысел на месяц раньше. Наш регион получил разрешительные документы от Росприроднадзора уже в апреле, а не в мае, как это было в предыдущие годы. Квоты на добычу серых и гренландских китов распределили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия округа. В Анадре прошло заседание Чукотского рыбохозяйственного совета. На нем были представлены интересы 10 территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Чукотки. В заседании приняли участие представители науки Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора, Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки, органов контроля рыболовства и добычи морзверя, регионального управления МВД и Роспотребнадзора. Согласно резолюции, принятой по итогам 67-й сессии Международной китобойной комиссии, для Чукотки ежегодная квота составляет 135 серых и 5 гренландских китов. Как сообщила заместитель начальника окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Алена Пеняева, на заседании распределили 132 серых и 2 гренландских кита. В резерве остались 6 китов. Конкретно у нас на Чукотский муниципальный район распределено 104 кита. Из них 54 кита – это община Лорина, 48 китов – это община Дауркин, по одному киту – на общину Лаврентия и Нуняма. В Провиденский муниципальный район у нас распределено 25 китов, в том числе Сиреники – 5 китов, Нулингран – 2 кита, Янракенот – 5 китов, Чаплина – 10 и Энмилен – 3 кита. И еще 3 кита у нас распределено на общину Анкалыд, которая промысел шляет в Игрикиноте. В этом году Чукотка получила разрешение на добычу китов на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Начало охотничьего сезона морзверобоям осталось ждать недолго. Сразу после выписки и получения разрешительного билета они смогут приступить к промыслу. Как правило, разрешение и распределение такого плана советы заседают где-то ближе в мае, к середине мая, к концу мая, когда получено решение. Но благодаря действиям наших и ассоциаций, и Росприроднодзора мы уже к середине апреля получили разрешение, оригинал разрешения на добывание китов, красно-кактивных животных общинами Чукотского автономного округа. Добавим, что количество китов, разрешенных к добыче на Чукотке, каждый год одинаковое, и только в конце 7-летний блок квоты в 2025 году оно будет немного меньше. Антон Кучин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.